Ассаляму алейкум. Этот урок является кратким обзором того, что мы изучили на этом курсе. Мы узнали, что в арабском языке 29 букв. Среди них 7 букв, которые всегда твердые. 3 буквы межзубные и 3 свистящие. Буквы в арабском слове имеют несколько форм написания. Начальную, серединную и конечную. В арабском языке три огласовки. Фатха, Касра и Дамма. Огласовки это короткие гласные звуки. Фатха дает короткий звук А, Касра и Дамма, У. Как в слове Хулика. Для обозначения длинных гласных звуков арабы используют буквы Мадда. Их всего три. Элиф, Уау и Я. Обычное удлинение нужно тянуть на две огласовки. Как в словах Аля, Кыля и Акулю. В Коране часто встречается особое написание букв Мадда. Так называемые маленькие буквы Мадда. Маленькая элиф Мадда. Хэ-зэ. Еще она часто пишется на буквах Я и Уау, используя их в качестве подставки. Как в словах Тага или Салэ-те. Маленькая э выглядит так, как в слове Уа-ки-ли-хи. Маленькая Уау, как в слове Дэ-у-ду. Если над буквой Мадда стоит волнистая линия, то Мадд нужно тянуть больше, чем на две огласовки. Если за буквой Мадда следует буква Хамза, то Мадд тянем на четыре-пять огласовок. Как в словах Шу-хэ-да-э, Си-э, Тэ-бу-э. Если вслед за буквой Мадда идет буква С-шаддой, то это обязательный Мадд в шесть огласовок. Как в слове Ад-дал-лин. Для указания на отсутствие огласовки в арабском языке используется Су-кун. Су-кун выглядит в Коране вот так. Как в слове Яс-ма-у-на. Пять букв в состоянии Су-куна имеют качество Каль-каля. Буква Алиф с кружочком над ней не произносится. Для обозначения удвоения буквы арабы используют знак Шадды. Шадда включает в себя две буквы. Первая из которых с Су-куном, а вторая с огласовкой. Но произносятся они как одна неделимая буква с Шаддой. Вот так. Также мы изучили правила буквы Нун и Мим с Шаддой. И сказали, что буквы Нун и Мим с Шаддой читаются с Гунной в две огласовки. Гунна – это приятный звук, выходящий через нос. Далее мы говорили о видах хамзы. Разделительная хамза читается четко, где бы она ни встречалась. Соединительная хамза облегчает произношение слов, которые начинаются с Су-куна. При связанном чтении соединительная хамза не произносится. При начинании с определенного артикля соединительную хамзу огласовываем фатхой. Во всех остальных случаях нужно смотреть на огласовку третьей буквы. Если это кясра или фатха, то огласовываем хамзу васль кясрой. Если это дамма, то огласовываем даммой. Буква лям в определенном артикле также бывает двух видов. Лунная и солнечная. Лунная лям пишется и произносится, а буква после нее без шадды. Солнечная лям, напротив, пишется, но не произносится. А буква после нее с шаддой. Ар-рахиму. Буква лям в слове «Аллах» может произноситься твердо и мягко. Несмотря на то, что сама буква лям в своей основе мягкая. Буква лям в слове «Аллах» произносится твердо, если последняя огласовка слова, предшествующего слову «Аллах», является фатхой или даммой. А также в случае начинания со слова «Аллах». Буква лям в слове «Аллах» произносится мягко, если последняя огласовка предшествующего слова «кясра». Танвин – это добавочное нун с суккуном в конце слова, которое произносится, но явно не пишется. Танвин бывает трех видов. Танвин дамм, танвин кяср и танвин фатх. После танвина фатх в некоторых словах пишется добавочный элиф, который не произносится, как в слове «бейтен». При слитном чтении двух слов, первый из которых заканчивается танвином, а второй начинается с «хамзуасль», буква «нун» в танвине читается с огласовкой «кясра». В Коране также существует правило остановки. Окончание слов может меняться на суккун. Это происходит в таких словах, как «вел-камер ахад», В таких словах, как «настяйну» при остановке на последней букве также появится суккун. Но помимо этого нужно сделать «мад» на четыре огласовки на предпоследней букве. Суккун при остановке ставится также на словах, на конце которых стоит маленькая буква «уаумадда» или маленькая буква «яамадда». Окончание слова при остановке также может меняться на «мад» с буквой «алиф». К этому правилу относятся слова, оканчивающиеся на танвин «фатх». Например, Если слово оканчивается на букву «тамар-бута», то при остановке необходимо заменить ее на букву «ха» суккуном. Слова, которые оканчиваются на букву мадда, их окончание при остановке не меняется. Это был короткий обзор тем, которые мы прошли. Желаю успехов в дальнейшей учебе. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.